приветствую всех пельмешков на своем канале фуми о аппарата и для вас у меня снова новый планшетик на обзор в этот раз у меня графический дисплей или же как говорят простонародье экранный планшет от wake vk 1200 v2 благодарю фирму wake за то что они предоставили планшет мне на обзор а я для вас как всегда записала анбоксинг но сегодня я хочу не только показать вам новенький планшет а также озвучить одну довольно спорную тему которая касается художников а точнее тех артеров которые безнаказанно обманывают своих заказчиков но к этой теме я перейду чуть позже все-таки давайте сначала посмотрим на этого малыша размер экрана которого составляет почти 12 дюймов к слову я очень удивилась когда достала его из коробочки ведь планшет действительно очень легкий в комплекте к нему идет огромная куча проводов но плюс что тут лежит как и usb 3 в одном так и кабель usb-c что круто также наконец-то сбылась моя мечта и в комплекте идет подставка для пера которыми не хватало у других планшетов также производитель положил аж два стилуса и оба работают без подзарядки я не знаю почему их две штуки но видимо одно перо на случай поломки сам стилус очень приятный на ощупь прорезиненный и не скользит в руке очень и очень приятно вейк положили чехол или планшета который также сделан из мягкой ткани чехол планшет помечается прекрасно так что для хранения и перевозки он подходит идеально а что еще подходит идеально так эта подставка которую мне также положили в комплект подставка оказалась довольно удобной но у нее всего три регулировки высоты хотя мне признаться вполне хватило для комфортной работы за планшетом сам экранный дисплей подключила быстро хотя большое количество проводов меня изначально напугала перо отклибровалась без проблем однако все-таки немножко ощущалась толщина стекла и курсор был не под кончиком пера чувствительность нажатия стандартная 8000 уровней и в целом тут все хорошо хотя и люблю более мягкий отклик но многие наоборот предпочитают нажатия более жесткая я тут кстати для вас порисовала всякие каракулей и даже небольшого омогаса о плюсах и минусах данного экранного планшета я сейчас расскажу и давайте перейдем к спидпайнту который конечно же я рисовала на этом планшете специально для обзора как теме о которой я обещала поговорить приступлю сразу же после этого так что никуда не уходите планшет имеет стандартное разрешение 1920 на 1080 что при его размере дисплея очень хорошо нет никаких пикселей и изображение четкое из плюсов этого планшета я хочу выделить очень хорошее качество покрытия помимо того что экраник обладает матовой антибликовой поверхностью которая практически не зернит и не портит качество картинки его экран очень приятный и гладкий как я уже говорила в предыдущих обзорах мне намного больше нравится гладкая поверхность без шероховатостей также хочу выделить важный для меня факт этот дисплей обладает очень приятный и хорошей цветопередачей мне практически не пришлось возиться с цвета коррекции что очень сильно удивило также что я оценила это наличие горячих клавиш сбоку которые чутко отвлекаются на нажатие но и не могу не похвалить внешний вид планшета он довольно стильный и имеет современный дизайн в сером цвете к сожалению других цветовых вариаций пока что нет этой модели но возможно в будущем это изменится минусов я обнаружила не так много и это касается настройки цветопередачи через три вера самого планшета по какой-то причине настройки цвета сбрасывались каждый раз при его включении и выключении также мне не совсем понравился отклик пера по экрану но не понравился он мне лишь потому что я люблю очень мягкий нажим и высокую чувствительность и в общем это все минусы которые я нашла так что если вдруг этот планшетик приглянулся вам заглядывайте в описании под видео от меня будет небольшая скидочка в пять процентов для моих зрителей пельмешек и так возвращаясь к теме о недобросовестных художниках на самом деле я очень давно хотела начать снимать видео о популярных художниках мошенниках которые обманывают большое количество заказчиков или же просто крайне невежественно относятся к ним к моему удивлению на ютубе вообще никто не снимает подобные ролики в основном все делают упор на какие-то междуусобицы срачи сомнительных личностей которые не стоят того внимания что им дают либо роется в чужом нижнем белье и снимают про это разборы максимально осуждаю а вот про мальчиков абсолютно никто не снимает и мне кажется это очень странным однако лично я боюсь изучать подобные темы только потому что у таких артеров обычно довольно много фанатов и признаюсь честно я боюсь хейта их подписчиков поэтому такие видео я все откладываю и откладываю но у друзей моем кругу общения вы также есть ситуации когда художник отвратительно относится к ним как заказчиком показывая не то чтобы свою непрофессиональность тут все намного хуже например у меня есть одна хорошая знакомая которая страдает от невыполненного заказа уже в течение года а точнее уже полтора года прошло еще в апреле 22 она заказала художником по ником бури или пьюри не знаю как правильно не к ним читается три камешки которые растянулись на эти полтора года и если два заказа моя знакомая все-таки получила то вот свою последнюю камешку как бы она не старалась но выбить не получается художник постоянно кормил и кормит завтраками обещая скоро начать и наделать уже заказ но пока что вы без каких-либо движений в эту сторону и все бы ничего моя знакомая как я часто с пониманием относится к художникам и если у артера какие-то проблемы что мешают работать но пуре постоянно постит адоптов на продажу или ючи в общем занимается всем кроме заказа моей знакомой и я уверена что такие заказчиков которые ждут год полтора или два у этого художника много и моя знакомая не одна такая также другая моя подруга постоянно натыкается на недобросовестных художников которые просто пропадают с деньгами забрасывая заказ уходит в тотальный игнор в общем если бы вы хотели видеть такую рубрику а-ля арт-полиция на моем канале то дайте знать в комментариях и в таком случае я подумаю как это все реализовать и осуществить ведь все таки как мне кажется но такие темы более важно освещать в арт комьюнити дабы больше людей было осведомлено о художниках ну а я буду с вами обращаться жду ваши комментарии и предложения под этим видео желаю каждому пельмешку хорошего вечера с вами была фуми всем пока пока